Вижу на ваших лицах недоумение. Не волнуйтесь, я не призываю вас к этому. Просто я хочу вам показать, что логика мышления бывает разной. Попытайтесь это понять, что не только такая логика. Чем круче город, чем выше этаж, тем больше квартира, тем лучше. Не только такая логика в жизни бывает, она бывает разной. И победоносная логика это логика отношений. Когда ты на первое место ставишь, чистоту в отношениях, любовь, веру, глубину, тогда все остальное к этому хорошо прикладывается. Хорошо очень прикладывается. Богатство, нищета, все что угодно прикладывается к чистоте, верности и любви. Понимаете? И это и есть ради чего человек должен жить. Он не должен жить ради того, чтобы убиваться на этой работе и потерять отношения. Мне понравилась одна история такая американская. Там проходили какой-то тренинг, бизнес-тренинг. Ну эта история может быть такая не очень глубокая, но она показывает кое-что. Проходили бизнес-тренинг и этот тренер в конце этого мероприятия подарил значок своему вот человеку, с которым ты мне нужен значок. И говорит, подари кому-нибудь. И он пошел, ну кому подарить? Подарю своему сыну, больше некому дарить. Он пришел этот бизнесмен домой, дал значок, говорит, это тебе. И там написано, ты мне нужен. А сын ему потом на следующий день написал письмо, а я хотел жизнь самоубийством поканчивать. Думал, что я никому не нужен. Оказывается, нужен. Решил жить дальше. Очень весело. Веселая история. Ну то есть, понимаете, как бы оказывается, все-таки есть ценности повыше, чем просто работа. Правда ведь? Но почему человек именно работу выбирает в своей жизни? Как вы думаете, почему не детей, некогда с детьми пообщаться, некогда с женой? Почему работу именно? Какие мнения на этот счет? А? Результат более очевиден. Хорошо. Согласен. Как? Как? Вот, 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 вот. Не хочет. Это слово не хочет, неправильно. Не может просто. Не может. Не то, что не хочет. Правильно. Сил нет. Правильно. Отлично. Еще. А? Быть социально активным нормально, но вот глубокие ответы я уже получил. Смотрите, многие люди думают, что это происходит как-то само собой. Вот так вот мы. Ну, с близкими не сильно, а больше на работе. Женщина с подружками. Муж на работе. И как-то друг с другом не очень. И с детьми тоже некогда. А на самом деле не некогда. Просто в этом есть причина серьезная. И эту причину я вам сейчас скажу. Она очень простая. Для того, чтобы отношения строить с близкими, нужен больший запас энергии души. Вот здесь вот. Понимаете? Просто не хватает сил на сына, на мужа, на родственников. Почему? Потому что эти отношения, они энергозатратные. И поэтому человек интуитивно, женщина к подружкам, мужчина на работу. Почему? Потому что там, ну, энергосберегающая жизнь. Там затраты души не такие большие. Не так много надо вкладывать. Ну, и получишь ты тоже там не так много. Хочешь плавать на поверхности, плавай. Но больших рыбок там не водится. Ну, это и так сравнение такое. Просто поймите, что для того, чтобы общаться с мужем и с детьми, нужны силы для этого. А силы эти человек не может получить по двум причинам. Потому что ему некогда их получать. И потому что он не знает, как. Слово «некогда» всегда означает отсутствие любви. У человека нет к этому интерес. Если очень сильно напрячься внутренне и закрыть глаза на всё, то заметьте, что время у нас есть. Потому что человек без отдыха не может жить. Я не говорю про сон. Я говорю про отдых. Вот, например, кто-то во время отдыха смотрит телевизор, фильм какой-то свой. Кто-то, допустим, там с подружками болтает, кто-то ещё что-то делает. Но это же и есть то время, которое предназначено для семьи, для детей, там и так далее. Но мы с ними не отдыхаем же, правда, поэтому мы не можем это время отдать семье. Потому что там нет отдыха в этих отношениях. Так вот, знайте, что время у нас есть. Просто у нас нет сил. Вот основная причина. И силы берутся из правильного отношения к жизни в целом. Правильное отношение в жизни означает заставить себя ехать на природу. Заставить. Это волевое усилие. Всё, собираемся и едем. У вас здесь такая природа. Вот я, наверное, больше вас здесь ездил вокруг. Столько красоты вокруг. И реки красивые с такими деревьями. И озёра. Есть даже уникальные озёра. Грязевые там всякие, которые... Есть источники, прямо по-домскому есть горячие источники, которые бьёт вот эта вот вода горячая. Там можно прямо купаться в этой горячей воде, потом в холодную, как в бане там. То горячая, то холодная. Маленькая такая, как бы... Маленькая купель такая, небольшая. А? Где? Да, да. Небольшая, да, купель в монастыре, да. А вокруг рядом озеро холодное. Полежал в купель и потом в озеро. Несколько раз это лучше, чем в любой бане вообще. То есть бесплатно абсолютно. Я такого не видел нигде. У вас столько здесь красоты, столько возможностей. Но мы выбираем телевизор. Я выбираю телевизор. Почему? Потому что это безвольный такой способ жить. Просто я пришёл домой, вместо того, чтобы поехать завтра утром. Сегодня пораньше лечь, а завтра утром поехать на природу погулять возле леса где-нибудь. А? Самый мощный, косный мощный, влияние полки и земли. Правильно вы говорили. Это нет. Правильно вы говорили. Мощнее летом. Да, правильно вы говорили. Это называется прояк. На санскрик называется слово прояк. Когда две реки сливаются, то вот там, где угол острый, не там, где тупой угол, а там, где острый угол, вот там надо совершать омовение. Прямо заходить между двумя реками вот этими и совершать там омовение. Там человек получает огромные силы, огромный заряд энергии. Это описано в древних писаниях. А бывают места, где три реки сливаются сразу. Представляете, такое тоже бывает. Ещё больше энергии тоже в этих местах. А если в этом месте монастырь стоит, то ещё круче даже. Там ещё божественная сила, не только сила природы. Такое бывает. Такие места бывают. Силы. Места силы называются. Вот видите, как. Ну, то есть, есть возможность получать силы. Мы о чём говорим сейчас? О том, что человеку не хватает в этом мире силы. Это основная проблема. Сил каких? Нетелесных. Сил души не хватает. Сил души берутся от веры в природу. В природу надо верить обязательно. Это не высший аспект веры. Это не то, что вера в Бога. Эта вера даёт человеку возможность просто нормально жить. Не дышать в трубочку. То есть, нужно верить в природу. Это факт. Учитесь это делать. Это даст здоровье. Сто процентное здоровье. Потому что через эту веру и приходит выздоровление у человека. Я видел в виде чудес эти вещи. Когда я просто... Ну, меня пробивало тоже постепенно это знание, что надо верить в природу. Например, у меня есть один друг. Он в Индии путешествовал, как монах. И он очень сильно заболел кишечной инфекцией. И он умирал. Лежал, умирал просто уже. И его врачи арведические не смогли вылечить. Они вынесли его на солнце, на раскаленное, индийское, летом. Человека, ослабленного, с температурой, с высокой, вынесли на раскаленное солнце. Сели рядом с ним по бокам и начали читать молитву. Он говорит, что вы делаете со мной? Я же сейчас сгорю здесь. Они говорят, люби солнце. У тебя нет выхода. Или ты сейчас помрешь, или вылечишься, одно из двух. Если будешь любить солнце и будешь принимать все, что происходит, то вылечишься. Если будешь сопротивляться, умрешь. Такая ситуация в его жизни. А он весь истощен уже, все. То есть он не жилец. Они его вылечили, несколько часов полежал, и все. У него все прошло полностью. На следующий день он уже был здоров. Это реальный случай в жизни человека, который я хорошо знаю. Таких случаев тысячи, понимаете, когда природа вылечивает просто потому, что мы в нее верим. Вот, допустим, суставы больные лечит солнце и земля. Человек означает, грязевые ванны на солнце. Суставы больные вылечиваются полностью. У человека, допустим, лишний вес, его лечит просто гимнастика в лесу на свежем воздухе. Сгорает весь лишний вес. И зеленая пища зеленью одной питается, гимнастику делает или живет в лесу, допустим. Все худеет быстро очень человек. И так далее. Природа лечит все болезни. Все, что угодно, что бы вы ни назвали. Опухоли все лечит, тоже солнце. Солнце лечит. Солнце плюс пост. Две вещи. Энергия солнца. Плюс поэтому есть интересные разработки, как люди в пустыне влечивают злокачественные опухоли. Это экстремальное понимание вещей. Но я не говорю сейчас отказываться от официальной медицины. Не надо рисковать здоровьем, если у вас злокачественная опухоль, нужно химию делать, операцию, срочно все это нельзя тянуть. Это само собой. Но я говорю сейчас о том, что делает природа в принципе и как она действует на нас. Огромной силой обладают люди. Влияние на нашу жизнь обладают люди. Но есть одно условие. В них надо верить и им надо служить. Их надо прощать, в них надо верить и им надо служить. И надо искать каких людей? Нравственных. А нравственные люди находятся там, где есть вера. Когда человек верит в Бога, он становится таким человеком. носителем любви. Поэтому не надо бояться верующих людей. Найдите свою веру. Как ко мне одна женщина подошла после лекции, говорит, Олег Геннадьевич, какую мне веру выбрать? Я ей говорю, вашу веру выбрать. Она говорит, тогда понятно. Каждого человека что-то есть. Не надо ничего менять. Выбирайте свою. Вот. Просто надо понять, что надо это выбрать. Если вы выбираете веру, значит, вы выбираете людей. Потому что люди в страсти, вот в этом слое деловом, они все одинокие. Там нет отношений. А если вы хотите семью сохранить, семью, семья нуждается, энергия семьи нуждается в человеческой энергии, в человеческой. Если у вас нет отношений правильных ни с кем, семья разваливается, она не подпитывается. Понимаете? Нормальные, сильные семьи, у них много близких, возвышенных, чистых отношений с людьми. В таком доме много людей приходит в гости, их кормят всех, заботятся обо всех. Эти люди постоянно в контакте с большим количеством людей. Семьи крепкие, всегда подпитываются обществом. Они дышат, как большой организм, а не как маленький организм. Когда люди замыкаются друг на друге, у них нет отношений ни с кем. Они тащат только в дом, из дома ничего не тащат. Эти люди, эта семья очень быстро загибается. В ней нет силы. Она не может жить, потому что людская энергия не подпитывает ее. Это как организм. Он нуждается, вот допустим, дерево нуждается в земле, в воде. Если корень вырвать, он засыхает. Так и человек, он не может жить просто маленькой семьей. Он должен жить в социуме. А в социуме деловом там нет жизни. Там все заняты. Ну куда вы пойдете? К кому? Просто на праздник там все нажрались и натанцевались, и подрались, и спать легли, и все. Это не отдых. Отдых означает душевный разговор. «Серебряные свадьбы, не гаснущий костер». То есть в сердце говорит «не гаснущий костер». Почему? Потому что отношения очень глубокие. «Серебряные свадьбы, душевный разговор». То есть если человек может душевно разговаривать, он никогда не расстается, потому что вот этот душевный разговор и есть основа вообще семейной жизни. Вот посмотрите, вот вы с близким человеком хоть раз по душе поговорили. Вопрос себе такой задайте. Трудно же с близким человеком поговорить по душе. Это надо отношения сначала развить для этого. Мы можем поспать вместе там, позарабатывать денег вместе, построить дом вместе. А вот душевный разговор поговорить по душам трудно. А большинству людей невозможно. Это означает, что запаса прочности в такой семье очень мало. Мы вроде бы верим, что мы будем вместе, но эта вера вся, она поверхностная. Потому что седина в голову, бес в ребро. То есть мужчина взрослеет, женщина стареет. Возраст не способствует сохранению семьи. Понимаете? А в молодом возрасте женщины каблучат, бросают мужиков. А в более старом возрасте мужчины бросают женщин. В старшем возрасте. Поэтому как бы нет нигде гарантии. Молодая девушка, она очень склонна смотреть по сторонам и выбирать, кто ей нужен, муж или любовник. А в возрасте мужчина, наоборот, эту склонность обретает. Поэтому стабильности в семье никогда нет. Стабильность бывает только тогда, когда Бог входит в жизнь людей. Душевный разговор означает божественный разговор. Душевный разговор возможен только в благости. Благость означает солнечная местность, освещенная солнцем. Я не говорю сейчас про климат, а говорю про аналогии. аналогии. Ночь означает невежество, пасмурная жизнь означает страсть. Я говорю про жизнь. А солнечная жизнь означает с Богом жизнь. То есть в древней культуре солнце с Богом сравнивает. Если человек на солнце живет, все ясно становится в жизни, все ясно, как солнечный день. Нет никаких тьма означает невежество, я ничего не понимаю, я живу как в потемках, я не понимаю, что происходит, почему меня бросили, почему то, почему все, ничего не понимает, что происходит. Означает потемки, невежество. Но когда у человека жизнь освещена знанием свыше, она солнечной становится, у него все понятно, нет никаких потемок, все ясно, что происходит. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце олицетворяет Бог. Веда объясняет, что искорка света это душа. Мы как искорки, божественные искорки, но мы летим куда? В сторону своих забот в жизни. Мы гаснем, мы летим от Бога в сторону своих забот. Когда человек бросает заботы, начинает лететь в сторону солнца, тогда он обретает себя. Когда искорка к солнцу, вопреки времени, вспять судьбе, начинает разворачиваться, к солнцу летит, а что с ней происходит? Дорога добра означает наполняйся, наполняйся. У тебя не хватает сил, наполнись сначала, а потом будешь делать правильные вещи. Почему человек злым-то становится? Потому что ему не хватает сил. Взять допустим любой человек, почему он ругается, а у него не хватает сил? Если его спросить, почему ты так себя повел, зачем ты ругался, а у меня не было сил? Вот в чем ответ. Нет другой причины, почему я ругаюсь. Ну вот какая у вас есть еще причина ругаться, скажите. Если есть силы, человек прощает. Зачем ему ругаться? Прощать лучше во всех отношениях. Можно потом объяснить все как надо, если есть силы. Человек все поймет. Если ты ругаешь, он никогда ничего не поймет. Это неправильная позиция в жизни в целом. Почему человек не ругается? Почему он перестает бегать как ошалелый, зарабатывать деньги и начинает думать о более высоких ценностях, потому что душевные силы приобретает, он может остановиться. Понимаете, когда человек разочаровывается в жизни, он живет прошлым, он вспоминает прошлое все время, это называется жизнневежестве. Жизнь страсти означает смотреть в будущее. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, все еще впереди, все еще впереди. человек живет в будущем. Почему? Потому что он не может остановиться. Люди не можем достичь мы предела. Человек не может остановиться, потому что он не самодостаточный. Остановка происходит, когда человек наполнился. Что значит остановка? Остановка означает жизнь сейчас, в этот момент, в котором я нахожусь сейчас на лекции. Жизнь сейчас называется счастье. Тье означает существование на древнерусском, а сейчас означает сейчас. Ничего не поменялось. Счастье означает живу не в прошлом или в невежестве, не в будущем или в страсти. Вот выучишь в школе, тогда стану счастливым. Выучишь вот поступлю в институт, стану счастливым. Поступил вот закончен институт, стану счастливым, закончил. Устроюсь на работу, стану счастливым, устроился. Вот стану специалистом, стану счастливым, стал. Вот ипотеку выплачу, стану счастливым, выплатил. Вот детям помогу, стану счастливым. Вот помог, венокам помогу, раз и умер. Ну нечаянно. Не успел стать счастливым. А счастье все время в всегда в будущем, потому что человек суетится, он бежит куда-то, ему он не может остановиться. Когда человек наполняется, от солнца наполняется человек, от Бога. Искорка от солнца наполняется человек от Бога. Тогда он останавливается, перестает бежать и начинает становиться человеком добра, а не зла. Потому что люди зла, почему они люди зла? Потому что они не наполненные, не ругаются со всеми, бегут, конфликтуют, злятся, критикуют и так далее. Почему? Потому что им не хватает счастья, а они винят кого-то другого в этом. А счастья не хватает, потому что ты сам убегаешь от себя. Остановись, сядь рано утром, начни молитву, наполнись. Нам бы тоже себе это спеть, в первую очередь. Мы думаем, ну и хотя бы дети пусть живут правильно, я-то уже не знаю, себя хороним. Это тоже страсть. В детей вкладывать, не в себя, в детей. В детей не надо вкладывать, они сами возьмут. Если ты в себя вложил, ребенок от тебя переймет все. А если в себя не вложил, ему нечего перенимать, как ты в него вложишь. Поэтому все бесполезно. Дети слова не принимают, наставления не принимают, они перенимают человека. Ребенок человека перенимает. Он будет такой же, как вы. Хочет он этого или нет? Он вас переймет. Не ваши слова, не ваши замечания, не наказания, а вас. Поэтому наполнитесь сами, наполнятся ваши дети. Наполнится женщина, наполнится ее муж. Наполнится мужчина, наполнится жена. Наполнится семья, наполнятся родители. Наполняйте себя в первую очередь. В этом правильный путь. Люди думают, это же эгоизм, о себе думать. И вы не о себе думаете, вы думаете о тех, ради кого вы живете. И наполняйте себя для них. Вот это правильный путь, правильная жизнь. Но если человек себя не наполняет, он никому помочь не может вообще. Как себя наполнять? Давайте я вам сейчас буду рассказывать сокровенные уже вещи, которые трудно понять. Сокровенные означают труднопонимаемые, не то, что какой-то там большой секрет за девятью печатями. Почему ковбой Джо, почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен, поэтому он неуловимый. Скачет себе там везде, но он никому не нужен, поэтому он неуловимый, его никто не ловит. Точно так же духовное знание. Оно сокровенное, потому что никто этим не интересуется, оно никому не нужно. Поэтому оно сокровенное. А все же очень просто. Почему никому не нужно? Потому что люди не понимают, как это работает. Давайте простые примеры. Сейчас будем простые примеры. Вот кому сейчас трудно? Мы с вами уже все решили. Давайте не хотите, да? Вы хорошо. Микрофон. Сейчас мы будем с вами прям решать все вопросы. Если вы захотите, конечно. Я не могу вам навязать это. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я сейчас нахожусь в процессе развода с женой. Видите, объем работы. То есть вы говорите сейчас мне о чем? О том, что между вами накопилось страдание. садитесь. Между вами находимся? Не надо микрофон отдавать. Я же еще ничего не сделал. Это знаете современный прием терапевта, да? Есть такой юмор, да? пациент приходит, что болит спина? Ну накибайтесь. Больше, больше. Вот так не болит, вот так и идите. Ну типа этого. Бабушка говорит, что пришли? Да я не мочусь. Сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Следующий. Так далее. И у нас немножко другая ситуация. Мы с вами сейчас будем по-другому общаться. Слушайте сейчас внимательно. Видите, люди подключены к Богу. Неважно насколько сильно. Мы сейчас в этом нет необходимости это обсуждать. Потому что если вы сейчас будете повторять ну допустим молитву или просто я желаю всем счастья. Это есть молитвы, а есть такие как бы настрои, которые являются предшественниками молитвы. И об этом люди мало кто знает, что такое тоже есть. Если человек эти настрои в себе сердце не хранит, он молиться не может. Эти настрои в древней ведической культуре назывались шанти-мантры. Шанти слово переводится мир. И что такое шанти-мантры? Это те молитвы, которые надо читать для того, чтобы успешно молиться. Если человек не настраивается вот так, он не может молиться. Как это звучат эти мантры? Сарвей баванту суки нага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нера моя, я желаю мира в этом мире, я не хочу, чтобы была война. Сарвей бадрани паш янту, я хочу, чтобы удача была у всех в жизни, чтобы все получилось. Накаш чиду, кабак, бавеет. Я не хочу, чтобы кто-то страдал. Если человек так не настроен, не может молиться. Если он думает по-другому, как-то злиться на кого-то, мира не хочет на этой земле, Бог его не услышит. так, мы будем повторять просто «Я желаю всем счастья». Этого достаточно сейчас, мы не будем свою молитву читать, потому что у каждого своя вера, это может напрячь людей. Мы не будем сейчас какие-то конкретные традиции духовные утверждать. Наша цель просто знание. Итак, вот смотрите, вы сейчас должны повторять «Я желаю всем счастья» так, чтобы победить судьбу. Вот у вас уходит жена. Я уже 20 лет лекции читаю, у меня было много случаев, когда жена уходила и не смогла уйти. Такое бывает. Для этого нужно убрать вот эту энергию разрушения, которая между вами стоит. Это объем работы возможно сделать в контакте с Богом только. Но есть правило, как это контактировать с Богом. Первое, что вы должны понять, если вы сейчас будете находиться внутри ситуации, а вы там находитесь, потому что боль вас там держит. Боль приковывает сознание человека. И человек из этой ситуации своими силами вырваться не может. Это невозможно. Вы сейчас находитесь внутри боли, в этом кольце. Как знаете, как вот есть в древних сказках, что вырвись за пределы огненного круга. Это не является вот этот огненный круг, как вида вырвись за пределами огненного круга. Это не то, что сам огненный круг. Это аллегория. Огненным кругом является страдание человека, понимаете? А вырваться за его пределы означает скатить через огонь, перепрыгнуть через огонь, да? Это означает настроиться на Бога. И сейчас я буду объяснять, как это делать. Вот повторяйте, я желаю, чем под свое собственное сердце. Причина заключается в природе души. Душа человека, она не может продуцировать энергию счастья без контакта с кем-то. Это происходит всегда в связке, взаимодействии. Когда человек слушает кого-то и вместе с кем-то повторяет молитву, он продуцирует силу победы над судьбой. И знайте, что все люди, которые молятся сильно, то есть побеждая судьбу, когда чудеса во время молитвы происходят, то есть только два варианта. Или он молится с кем-то, или он помнит о ком-то. Понимаете? То есть или через память этот контакт идет, или через звук. Два варианта всего. Первый вариант через память выбирают посвященные люди или святые, получившие любовь к наставнику, любовь к святому месту, любовь к Богу. Понимаете, когда человек получает эту любовь в сердце, он, помня о ней, может молиться и побеждать судьбу. То есть память его связана не с болью, не с болью, а со святостью. Понимаете? Но даже если вы сейчас будете просто включать любую молитву, которая вам нравится, которую читают люди или поют, лучше сначала поют, потому что песня, она лучше на сердце ложится тем, кто начинает молитву, а тем, кто более зрелый, ему лучше не песнопение молитва, чтение молитвы на сердце будет ложиться со временем. Но знаете, что когда вы с кем-то повторяете молитву, вы входите в общую вот эту систему победы над судьбой, вы входите в общее вот это пространство силы, и этот вход в пространство победы над судьбой, он выражается, ну, он заметен людям снаружи по крепости голоса, вот у него голос окреп, вы увидели, когда он начал повторять в этом пространстве, а внутри он чувствуется по крепости сердца, человек начинает чувствовать, что креплое сердце его отбрело крепость или силу. Давайте я сейчас вам кое-что интересненькое покажу. Я этим занимаюсь много лет, исследованием вот этой темы, и у меня есть группа ребят, людей, мои работники медицинского центра, мы вместе с ними каждую неделю, когда я особенно там бываю дома, мы садимся и очень громко повторяем молитву все вместе, настраиваясь на голос возвышенного человека, он громко звучит, и мы вместе повторяем очень сильно. У нас были очень разные сложности в жизни, сложности у людей конкретно из этой группы, у нас были сложности совместные, у нас были сложности в стране, которые мы не хотели, чтобы было, допустим, война там и так далее, и мы просто вот эти все сложности решали с помощью вот этой силы и всегда видели один и тот же результат, что в наших силах, понимаете? И меня критикуют за то, что я эти результаты говорю, сейчас критикуют меня, прямо сейчас, и говорят, что я это делаю, хвалюсь своими успехами в молитве, понимаете? А я это вам говорю не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы опыт свой, который у меня есть в моем сердце, поделиться с ним, говорить, рассказываю вам опыт, ну, несколько эпизодов, таких эпизодов в сотне, просто несколько таких, которые стоит услышать, потому что они показательны. я как раз сейчас буду рассказывать именно не о моей молитве, а о нашей совместной. Есть такие эпизоды, когда мы вместе молились. Вот один эпизод. У нас один сотрудник нашего медицинского центра, он наелся грибов консервированных и получил бутулизм. Это заболевание смертельно опасное. То есть его парализовало, он перестал дышать, слава богу, уже в реанимации. Вот, ему поставили на искусственное дыхание, ему парализовало сторону одну, один глаз ослеп. Ну и врачи сказали, что если две недели он будет на искусственном дыхании где-то, то скорее всего он помрет. И уже неделя, когда прошла, вернее, прошло, ну там, да, где-то около недели, то мы до этого просто молились за него, тут жена прибежала ко мне, плачет, говорит, давайте вместе все собираться, так ничего не поможет, я чувствую. И мы раз в неделю обычно собираемся и как раз вот пришло время, мы собрались и я когда начал молиться, я слушал голос святого человека, думал о служении ему и у меня в памяти, когда я почувствовал силу в сердце, когда я связался вот с этой святостью, я в памяти начал вспоминать этого человека, который лежит приниматься. Когда человек о чем-то вспоминает, он несомненно контактирует с этим объектом по полной программе. Некоторые думают, что память это такой, какой-то отблиз к жизни. Как раз это не отблиз к жизни, это и есть сама жизнь. Мы живем в памяти, когда человек что-то вспоминает, он контактирует сильнее даже, чем общается наяву. Например, если я вспоминаю кого-то, то я сильнее на него влияю, чем если бы я ему что-то говорил. По этой причине в древней культуре людям всегда советуется, если вы поссорились, не говорите больше ничего друг другу, садитесь по разным углам и просто молитесь и вспоминайте друг о друге. В этой памяти вы ссору победите быстрее, чем если вы будете выяснять отношения. Точно так же надо делать, когда уходит жена, не надо ей ничего говорить вообще, ни за, ни против, надо просто в молитве победить вот эту вот ситуацию, и тогда она уже не сможет уходить. Итак, мы сели молиться, рассказываю свои чувства. Когда я почувствовал уже, что у меня вот здесь вот этот голос стал сильным, сейчас я вам покажу, как это происходит, это означает энтузиазм в молитве. Первая стадия того, что я сильно начинаю молиться, у меня появляется в голосе вдохновение, мне хочется повторять молитву, а вторая стадия это вдохновение постепенно приближаясь к сердцу, неожиданно вызывает в сердце восторг такой, силу. И когда этот восторг приходит, то у женщины голос становится звонким и проницательным, а у мужчины густым и победоносным. Сам голос становится. Нет смысла это имитировать. Это или возникло, или не возникло. Это само собой возникает. Но я сейчас вам просто хотя бы до первой стадии, когда энтузиазм появляется, я доведу ситуацию. Надеюсь. Потому что, опять же, я не могу этот энтузиазм в голосе сделать искусственно. Это будет игра тогда, фальш. Этот энтузиазм должен возникнуть в результате моего контакта с той силой, которая в молитве живет. Понимаете? То есть, я включаю гимн сейчас и начинаю повторять я желаю всем счастья. И когда я пальчик отогну, я почувствую этот энтузиазм в своем сердце. А вы смотрите, как вы чувствуете. Может, вы не почувствуете в этот момент. Я полностью опираюсь на их звук. Эта опора дала мне силу в голосе. Когда человек соединяется в своей молитве с теми, кто молится, он входит в это пространство силы или пространство, где Богу нравится то, что мы делаем. И в это время его голос становится победоносным. Он обретает силу. Понимаете? То есть, я не дошел до той силы, которая судьбу побеждает. По крайней мере, я дошел до той, которая дает возможность мне основания говорить, что я почувствовал эту силу. И в этой молитве, которую мы проводили, я почувствовал силу не только в себе, а также почувствовал во всех, кто молится вокруг, во всей команде. На втором этапе я дождался, когда, это мне потребовалось минут сорок, наверное, когда я почувствовал в сердце, что вот эта сила туда зашла, и как бы я почувствовал, что можно побеждать. И когда в этот момент я почувствовал это, я начал вспоминать этого человека, который лежит на смертном одре. И в это время сразу же, как только я его вспомнил, вот внимательно слушайте меня, сразу же я понял, что помочь ему я не смогу, что он обязательно уйдет из жизни. То, что происходит сразу, это называется объем работы. То есть, объем работы судьбы всегда, он приходит в жизни, как домоклов меч. вот допустим, первое, что произойдет с вами, вы будете вот так делать, вы поймете, что я жену не верну. Вот это первое, что произойдет. И здесь два варианта дальше. Первый вариант, сказать себе, ну и что? я все равно должен трудиться. Это мой долг. А второй вариант, закончить молитву. Или начать просто думать о чем-то другом во время молитвы. Ну что одно и то же, в принципе. я решил трудиться. И когда ты трудишься, ты должен на весы что-то поставить. Я на весы поставил концентрацию внимания, концентрацию своего звука на молитве, на святом человеке и поставил неподвижность своего тела. Я сказал тебе, я не буду двигаться и шелохнусь, пока я не почувствую победу. А это означает, что мое тело будет затекать, потом неметь, потом кряхтеть, потом оно начнет ломить там и все прочее. То есть оно невыносимым станет через какое-то время. Невыносимым эта ситуация для человека станет. Я это понимал. Но у меня не было выбора. То есть я просто решил вот так действовать. Я очень сильно сосредотачивался на звуки и сидел. Я знаю, сколько мне можно сидеть неподвижно, чтобы не сменить положение тела. это 40 минут. Прошло 40 минут, я понял, что я не могу уже больше. И в это время я это не могу отдал этому человеку. Я сказал, это тебе для того, чтобы ты выздоровел. Мне стало легче. но вот это невыносимое тело я побеждал с помощью концентрации на звук. Все соединилось в одно и превратилось просто в такую невыносимо тяжелую борьбу, в которой не было победы, потому что было чувство, что ничего не получится. Я продолжал это делать. Где-то в течение часа вот в таком состоянии сидел, и где-то за полчаса до двух часов, которые мы посвятили этой молитве, неожиданно, неожиданно вдруг я в одну секунду понял, что он будет жить. Вот в одну секунду Бог поменял планы. И сердце возликовало внутри. И в эту же секунду я услышал, как все молитва всех вокруг взорвалась, то есть взрыв такой произошел. Все почувствовали одно и то же, то есть начался такой гул, то есть «Ура!» Ну то есть как, знаете, как в войне, когда побеждают люди, они кричат в атаку, то есть у них появляется вдохновение, восторг внутри. И вот так продолжались эти полчаса в конце молитвы. Теперь синхронизация процесса. Этот человек был в сознании, он не дышал, но был в сознании. Он сказал, что именно в это время я понял, что буду жить, а до этого я считал, что жить не буду. Ну, чтоб вы знали, как это все происходит. Синхронизацию объясняю. В этот день он почувствовал, что может дышать, а на следующий день он попросил на некоторое время отключать аппарат. Ему отключили аппарат, и он сам начал дышать. Потом попросил включить. И так он начал раздышиваться, то есть он где-то пару дней раздышивался, потом постепенно ему аппарат отключили. И так со временем молитва продолжалась, мы продолжали молиться за него, и у него все восстановилось. Парализации нет сейчас, зрение вернулось, он нормальный человек полностью. Потом он начал заниматься спортом, и начал восстановить, у него была сильная слабость, он как бы еле ходил. он постепенно восстановился, прошло уже полтора года с этого момента он нормальный человек, восстановился полностью. Каждый день по два часа. Вот сколько сил есть, только молились. Бывали ситуации в моей жизни, когда себя припекает, себе родному больше же деляешь внимание. У меня было время, когда по шесть часов такие ситуации были в жизни. Месяц целый, у меня несколько раз было, по месяцу шесть часов, чтобы победить судьбу. Такое было. И в этот месяц 20 дней было ощущение, что ничего не получится. А на 21-й, там на 22-й в конце проблески счастья, а на 30-й вообще как будто нет проблемы. А она есть, внешне есть, но в сердце ощущение, что нет. И она просто потом внешне так вот испаряется, как возникла. Не скажу. Потому что меня все знают, и я делал глупость в своей жизни, говорил о своих проблемах публично несколько раз. Это было 10 лет назад, когда я это сказал. До сих пор топ посещаемости. То есть люди услышали от меня о моих проблемах, и дальше это все крутит в интернет просто вот так вот постоянно. Это означает зависть, злоба. Я поэтому не говорю. Ну чтобы злобу эту не поддерживать, зачем это надо? Мы возвращаемся назад к человеку, ради которого мы все сейчас делаем. Понимаете, у нас есть цель помочь человеку. Итак, вы сейчас опять слушайте голос. Микрофончик у вас? Дайте ему, мы не закончили. Вот. И сейчас ваша цель опереться на звук, а не на то, что не на свою жизнь. То есть ваша цель в конце концов так сильно слушать, чтобы ваша проблема она перестала быть главным центром вашего внимания. Вы обрадовались и потеряли концентрацию. Это нормально. Так всегда бывает. А потом вы опять начали это делать. У вас все получается. Вот теперь у меня к вам вопрос. Вам спокойнее чуть-чуть стало? Ну-ка ответьте. Чуть-чуть спокойнее? Видите? Чуть-чуть спокойнее. Что такое спокойнее? Это значит, что вот смотрите теперь давай двигаемся по отношению ко всем к нам. Что о чем мы сейчас чем мы занимаемся собственно. Смотрите я вам утверждение сделал в самом начале сказал, что проблема только в нехватке сил. Если человек мог своим сердцем он бы остановил ситуацию. У него не хватает возможности. Приведу пример. Бывает что ребенок болеет и мать не беспокоится. Она чувствует что все будет хорошо. Поднимите руку у кого сейчас ребенок болеет, но вы не беспокоитесь. Вот видите есть такие люди. Два три. Теперь поднимите руку у кого сейчас ребенок болеет, а вы беспокоитесь. это означает что у вас сил не хватает. Когда ты беспокоишься значит тебе не хватает возможности победить судьбу. Беспокойство в сердце означает нехватка сил. Точно так же человек беспокоится что уходит жена или беспокоится что он не вылечится. Это означает что у нее не хватает сил. Эти силы берутся от Бога и берутся через контакт со звуком тех кто молится. Какой контакт? Звуковой контакт. Я как они настроение я в их настроении я так же как они стараюсь это делать понимаете так же как они или как у меня на ведрадио ведущая она поет тоже об этом а я за вами за вами следом то есть она поет о наставнике то есть ну то есть как я хочу для вас жить я хочу за вами я как они понимаете когда человек сливается вот с этим с этой силой победы или молитвы то в этот момент он входит пространство силы или пространство победы над судьбой первый признак такого входа спокойствие увеличивающее спокойствие в сердце сначала кажется что это просто игра вот он допустим сказал ну да спокойнее но ему это ни о чем понимаете я как бы когда этим занимаюсь я знаю что значит спокойнее в сердце это значит он чуть-чуть там несколько процентов этого объема работы сейчас убрал с поверхности там чем ближе к ядру тем тяжелее убирать с поверхности можно сарапать сразу я желаю я желаю счастье три раза повторил чуть спокойнее стало но глубже там тяжелее но не важно важно то что можно и там все убрать просто есть три стадии побед над судьбой одна женщина и первую стадию в сердце спокойно звонить не можете означает что нужен опять рывок новый вот он первый рывок сейчас сделал заставил себя слушать первый рывок приведет к чему потому что в сердце станет спокойно жена уходит а в сердце спокойно означает что вы первую стадию объема работы уже сделали побед над судьбой потому что судьба человека живет в трех измерениях в трех плоскостях первая плоскость это мое сердце я там очистил все мне спокойно стало у меня есть пропуск во вторую плоскость вторая плоскость это между нами между нами первое что между нами происходит я продолжаю теперь новый рывок сделаю продолжаю молиться и первое что происходит у меня есть чувство что я с женой могу я ее могу вспоминать без боли обиды разочарования что все идет хорошо чувство такое возникает что вспоминать ее могу это вторая стадия начало второй стадии потом дальше она развивается вторая стадия сначала вспоминать ее могу но говорить не могу не обидно потом Вторая стадия, когда разворачивается, дальше, я могу вспоминать и чувствую, что могу с ней поговорить, уже не буду обижаться, а просто по-доброму говорить могу. Третья, дальше, следующий этап развития второй стадии, я с ней говорю по-доброму, звоню и говорю с ней по-доброму, на отвлеченные темы. Дальше, я с ней могу по-доброму говорить обо всем, даже об этом нашем событии. И вторая стадия заканчивается тем, мы с ней уже друзья, она ко мне не возвращается, но мы с ней друзья, отношения нормальные, дружеские, добрые отношения. И человек говорит мне, Олег Геннадьевич, а мы друзья уже, вот поднимите руку, кто так вот, мы уже друзья, но он не возвращается. Конец второй стадии, остался последний рывок, последний рывок остался. Какой последний рывок? Вы опять слушаете голос, опять начинаете молиться и дальше что происходит? Вы в своей молитве вдруг неожиданно обнаруживаете, что вы можете влиять не только на пространство своего сердца молитвой, но также на пространство сердца человека, который от вас ушел. И это не значит, что вы увидите в его сердце, что он захотел вернуться. Нет, вы не это увидите. Вы увидите в его сердце совесть и правду. Вы почувствуете, что совесть пришла в его сердце, что он начал понимать, что происходит, задумываться об этом. Сначала вы почувствуете, что вам легче о нем думать стало. Хоть вы простили ему, но все равно, когда вы о нем думаете, как личности, вам все равно тяжело, потому что вы чувствуете, что он бессовестный. Он как бы не понимает, что он делает, но когда вы войдете на третью стадию победы над судьбой, вам станет легче о нем думать, потому что вы поймете, что совесть в нем оживает. Потом дальше, на середине третьей стадии он начнет говорить вам об этом, что, наверное, что-то не то произошло между нами, что-то не то. А в конце третьей стадии вы почувствуете, что он ближе к вам становится и захочет с вами больше проводить время, общаться. И в это время он еще не захочет возвращаться, он просто скажет, ты хороший человек, мне хочется ближе к тебе быть. И потом он придет и не уйдет в какой-то момент. Придет и останется. Вопреки ожиданиям, он будет думать, когда уйдет, думает, что я уйду, а придет и не уйдет. Сам не ожидая от себя этого. И вот то, что я вам сказал уже третью стадию, да, это на русском слове, по-русски называется чудо. Чудо это называется, понимаете? И каждый человек хочет чудо в своей жизни. И чудо в жизни человека может возникнуть только по милости Бога. Когда вы эти стадии проходите все, тогда вы обретаете возможность увидеть чудо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok